Давайте посмотрим с вами третий дорогу. Первоклассники из второй гимназии ровным строем идут по пешеходному переходу, который расположен рядом с их школой. На уроках ребята изучили правила дорожного движения, и пришло время применить эти знания на практике. Надо посмотреть налево-направо, и если машин нет, то можно переходить. Или если машина остановилась и пропускают тебя, то можно проходить. Обеденная пора – время окончания уроков, поэтому на этом переходе очень оживлённо. Младшеклассников встречают родители, а вот ребята постарше сами идут домой. Сегодня школьники стали не только пешеходами, но и участниками профилактической акции. Здесь очень оживленное движение. Пешеходные переходы расположены между двумя школами. Дети проходят с одного района в другой район, поэтому было принято решение именно в этом месте провести подобную акцию. Сотрудники Балаковской АЭС вместе с инспекторами ГИБДД подготовили несложные, но важные вопросы для ребят. Все они о том, как правильно переходить проезжую часть. Какими бывают зебры, какой сигнал светофора разрешает движение, можно ли разговаривать по телефону, переходя дорогу, и разрешается ли ехать по пешеходному переходу на велосипеде. Школьники отвечали правильно и за это получали полезные подарки. Для госкорпорации «Росатом» приоритетной ценностью является, конечно же, безопасность. И сегодня мы проводим акцию по безопасности именно для детей, для первоклассников, для старшеклассников. И дарим им вот такие вот светоотражающие ленточки, чтобы водители могли их видеть в темное время суток. Ребята, получив светоотражатели, тут же прикрепляют их к курткам и рюкзакам, потому что знают, что это не просто украшение или сувенир. Чтобы ночью, когда ехала машина, чтобы фары отражались на светоотражающих элементах, чтобы машина видела, что тут человек. Правильно вести себя во время перехода проезжей части и быть заметным на дороге – таковы основные задачи пешеходов. Важно помнить, что участниками дорожного движения являются не только транспортные средства, но и люди, оказавшиеся на дороге. Невнимательность порой может стоить жизни, и инспекторы ГИБДД приводят печальную статистику. За последние два месяца на обслуженной территории Саратовской области произошло 82 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В семи случаях участники дорожного движения пешеходы погибли. Поэтому такие профилактические мероприятия проводить необходимо, чтобы пешеходам, особенно школьникам, лишний раз напомнить о правилах дорожного движения. И сотрудники Балаковской АЭС, которые впервые стали организаторами подобной акции, отметили, что, судя по отзывам детей, им понравилась такая форма проведения мероприятия, а значит, в ближайшее время акции пройдут и на других пешеходных переходах Балакова.